В этом видео рассматриваем меню конструктора DV Page Builder и в частности хедера, то есть всей шапки сайта. Меня зовут Федор Васильев и я продолжаю серию уроков про DV Page Builder. Мы таки добрались до настройки шапки сайта, мы с вами ее еще не настраивали и она очень гибко здесь настраивается. То есть сама шапка, родная шапка шаблона, которая уже изначально есть, она уже имеет все настройки цветов, расположение элементов, включение и отключение, поиск из шапки выключения. Например, если вы хотите где-то в блоге только поиск отдельным плагином вывести, все здесь это есть. И даже изначально есть такая анимация, которая многим нравится, то есть при прокрутке страницы вниз у нас уменьшается хедер, уменьшается логотип. И хедер всегда виден, то что хорошо с точки зрения конверсии. Человек всегда видит меню, может сразу перейти. И это меню можно дополнить. И давайте более подробно вообще про меню в данном конструкторе, в данном шаблоне поговорим. Я перехожу в админку сайта, настройки все для меню находятся DV, настройщик темы. Здесь не только настройки меню, но и другие настройки. И сначала поговорим, сколько меню поддерживает тема. Потому что в WordPress есть такое понятие, что тема может поддерживать только одно меню, два меню и более количества меню. В данном случае, чтобы это посмотреть, мы переходим здесь в меню. Меню. И вот здесь вот видите, у нас есть основное меню. Меню 1, которое я создавал ранее в уроках. Вот у нас оно здесь выводится. И есть возможность подключить меню 2. Оно у нас, видите, выше здесь помечается. То есть, если вдруг нужно, бывает такое, как какие-то пункты меню выводятся вот выше. Я оставлю включенным, чтобы показать вам настройки второго меню. И есть еще меню в футере, то есть тема богатая, потому что она богата количеством меню. Три вида меню в одной теме, это только в коммерческих бывает темах. Бесплатных я таких не знаю. В футере мы не увидим меню, так как футер у нас кастомный, и, соответственно, меню здесь у нас не будет показываться. Будем разбирать только вот эти виды меню. Здесь, в принципе, в этой вкладке мы переходим назад по стрелочке и можем перейти вот сюда. Здесь основное меню у нас выбрано наше созданное ранее меню. Здесь вы можете сами выбрать меню, если у вас несколько меню. А основное меню у нас, естественно, будет вот здесь располагаться. Меню второго уровня. Так как у меня больше не создано ни одно меню, оно здесь дублируется. А по идее, когда вы в настройках WordPress создадите второе меню, его здесь выбираете, и тогда второе меню будет вот здесь выше наверху. Просто если вдруг нужно такое вот меню наверху еще сделать, можно сделать. Ну и меню в футере. Также это меню третье создаете и выводите в футере. Ну при условии, что у вас тут не кастомный подвал. Если нужно и в футере меню вывести, значит это надо зайти в режим редактирования подвала и там вывести меню плагином. А так меню не выведется здесь. Даже переходим назад. Назад. То есть у нас меню как бы и адаптивно, оно готово. То есть если мы здесь посмотрим на планшете, здесь все нормально. Логотип, иконочка поиска, иконка гамбургера, так называемая. Это иконка меню, которая вот так разворачивает наше меню. И на мобильных устройствах в принципе все то же самое. И это все сейчас я покажу, как это можно настроить. Далее мы с вами переходим в хедер и навигация. Форма хедер. Стиль шапки сайта. Можно, смотрите, что сделать. Логотип по центру, меню с иконкой поиска, все по центру. Если так нравится, можно оставить. Можно сделать вот так. Вот так получается у нас на компьютерной версии будет выводиться мобильная иконка меню. И по клику вот так вот меню будет выскакивать. То есть под менюшки тоже все видно. И второе меню тоже видно. Поиск видно. На весь экран. Это по клику у нас вот так вот разворачивается меню. Поиск и крестик закрыть. Ну я оставлю по умолчанию. Включить вертикальную навигацию. Смотрите, меню можно вывести вот так вот сбоку. И если выводим такое меню, то где это бразить? Справа, слева. Можно тоже определиться. Причем вторичное меню у нас будет наверху. И еще есть скрыть навигацию до прокрутки. То есть получается в каких-то случаях обычно на лендинге, чтобы, так сказать, не закрывать первый экран, не портит красоту. Меню не видно. Я такое часто видел на сайтах. Но когда человек прокручивает, вы сами видите, меню у нас выскакивает. То есть здесь достаточно гибко настраивается у нас меню. Вот вы сами это видите. Меню появляется. Но при прокрутке опять наверх, оно сворачивается. Если это нужно, можете использовать. Следующий у нас идет первичная строка меню. Это наше главное меню. Переходим сюда. Сделать по всей ширине. То есть видите, у нас растягивается логотип в левую сторону, меню в правую сторону. Скрыть изображение логотипа. По каким-то причинам, если логотип не надо выводить, можно скрыть. Дальше высота меню. То есть это сама плашка, видите, сделать ее шире. Но при прокрутке она все равно будет вот так сужаться у нас. Дальше максимальная высота логотипа. Ну, в данном случае у нас это не работает. А, видимо, это если логотип с самой иконкой больше, тогда, наверное, можно так сделать. Ну, размер текста, размер меню сделать больше. И расстояние между букв. Ну, шрифты. Я рассказывал ранее в уроке про шрифты. Что у нас глобально шрифты назначаются. Если отдельно нужно назначить, можно здесь выбрать. И, соответственно, сделать жирный наклон. Это именно первичному меню у нас это настраивается. Цвет текста. Кликайте по этой плашке. Вы видите, это я сейчас вот поменял неактивные пункты меню. Если нужно, можно здесь цвет поменять. Дальше. Цвет активной ссылки. То есть это та ссылка на той странице, на которой вы находитесь. То есть я сейчас на главной. У меня подсвечивается голубым цветом. Поэтому, если нужно активную ссылку поменять под цвет дизайна вашего сайта, вот, пожалуйста, сейчас я ее поменял. Цвет фона. Вот, видите, красит всю плашку меню. Вот так вот в зеленый цвет. Цвет фона выпадающего меню. Вот у нас есть выпадающее меню. Тоже меняется здесь. Вот оно тоже стало зеленым. Цвет линии выпадающего меню. Это у нас вот такая линия, которая разделяет плашку меню с подпунктом меню. Вот здесь такая плашечка. Вы видите, она оранжевая сейчас. Дальше. Цвет текста выпадающего меню. То есть вот сделал фиолетовыми. То есть именно пункты меню я покрасил сейчас в фиолетовый цвет. И анимация. То есть, смотрите, анимация. Появление при наведении выпадающего меню. Вот меняется здесь. Здесь это слайд, то есть скольжение. И есть еще вот такой вот вариант. Я, наверное, так и оставлю. Мне так больше нравится. Здесь настройки мы рассмотрели. Вторичная строка меню. Сделать по всей ширине. Это у нас верхняя плашка, если мы используем меню дополнительное. Вот здесь наверху на синей подложке. Дальше. Размер текста. Вот вы видите, я делаю больше. Это, понятное дело, работает для верхнего меню только. Расстояние между букв. Также шрифт, наклон, цвет фона. Можно поменять. То есть это у нас вот эта сама верхняя плашка. Если нужно как-то покрасить, здесь это можно поменять. Цвет текста, соответственно, тоже меняется. Здесь цвет фона выпадающего меню. То есть, если там у вас еще есть выпадающее меню, как сейчас у меня. Вот вы видите, я тоже цветом покрасил. Цвет текста выпадающего меню понятно. И анимацию для выпадающего тоже меню. Вот слайд я сделал. Дальше. Фиксированные настройки навигации. Скрыть изображение логотипа. То есть, что это скрывает? При прокрутке логотип вообще прячется. Вы это видите. Меню фиксированной высоты. То есть, здесь получается, при прокрутке меню, наоборот, становится шире. Этим тоже можно управлять, если хотите. Размер текста. То есть, при прокрутке меню становится крупнее. Вы это видите. Цвет фона первичного меню. То есть, получается, при прокрутке даже меняется цвет меню. Если это нужно, можно устроить. Цвет фона вторичного меню. Также получается, при прокрутке только цвет меняется здесь. И то же самое. Я дальше уже не буду показывать. Здесь вы уже разберетесь. Начальное меню цвет ссылки. Вторичное меню цвет ссылки. Активное основного меню цвет ссылки. Это все при прокрутке меняется. Достаточно богатые настройки. То есть, далеко не во всех темах и конструкторах я вижу такие мощные настройки по касательному меню. И элементы header. Показывать иконки социальных сетей. Сейчас не видно. Сейчас я вам покажу, что действительно они будут вводиться у нас наверху. Показывать иконку поиска. Вот видите, я скрыл иконку поиска. Это для тех, кто не хочет вводить плашки вверх иконку поиска. Их хочет только на странице блога вывести. Поиск отдельным плагином. Есть там такой плагин в DVPatchBuilder. Но я иконку оставлю. Телефон. Это если нужно в верхней плашке вывести телефон. Вы просто прописываете здесь телефон. Видите, здесь иконка трубочки подставляется. Прописывается телефон. Электронная почта. Это если надо еще почту указать. Иконка тоже подставляется. Вот почта здесь тоже проставляется. То есть, на мобильной версии у нас, естественно, вы видите, вторичное меню не показывается. Оно здесь прячется. И давайте обновимся. Обновлюсь на странице. Иконки у нас там не показываются. Нам надо здесь тоже обновиться. В режиме редактирования. Тогда вы увидите иконки социальных сетей. Если вы не смотрели мои предыдущие уроки, где они отображаются, как на эти иконки повесить ссылки на наши профили в социальных сетей. Здесь нужно выйти. И нам нужно перейти в настройки. Диви. Настройки темы. Здесь в главных настройках. Ниже прокрутите. Здесь вы определяете, какие социальные сети выводить. Например, можно вывести только иконку Facebook и Instagram. То есть, вот так отключаете. Сохраняете. Как я говорил ранее, социальных сетей российских ВКонтакте, Одноклассников, иконок вы видите нет. Но здесь есть плагин Monarch, отдельный, который устанавливается, идет вместе, так сказать, при покупке Диви. Более с богатыми настройками, возможно, рассмотрим позже. То есть, отдельный плагин социальных сетей. То есть, вот так это выводится, если вам достаточно этих социальных сетей. А уже ниже, вот здесь, вместо решетки, там, где у вас, вот, например, Facebook, вы проставляете просто ссылки на свои социальные профили. Итак, я возвращаюсь в настройки темы, убираю телефон, не буду показывать, показывать конки тоже я не буду. Обновлюсь. Мы с вами движемся дальше. Это были элементы header, здесь мы все с вами рассмотрели. Далее вы можете посетить вкладку мобильные стили, здесь есть мобильное меню. То есть, сразу нам показывает мобильное меню. Скрыть изображение логотипа. Это только для мобильных устройств, если это нужно. Цвет текста также можно менять здесь. Но это меняется иконка поиска, иконка гамбургера. И цвет с ссылком тоже, вот вы видите, меняется здесь. Цвет пункта меню. Цвет фона тоже меняется, как цвет выпадающего меню, так и цвет плашки верхней меняется здесь. Возвращаюсь назад. Ну и касательно логотипа, где загрузить свой логотип. И есть еще возможность отключить, чтобы меню всегда видно было. То есть, при прокрутке, чтобы оно как бы тоже у нас прокручивалось. Потому что кому-то это тоже будет необходимо. Мы с вами выходим из этих настроек. Переходим в настройки темы. Сразу вот здесь в главных настройках, смотрите, логотип. И загрузить свой логотип. Загружаете с компьютера свой логотип. У меня уже загружен, я его выбираю здесь. Выбрать. Сохранить. Посмотрим на сайте. Вот мой логотип. Подгружается и при прокрутке тоже уменьшается. Фиксированная панель навигации. Вот как раз таки это отключает у нас хедер при прокрутке. Видите, прокручивается вместе с сайтом. То есть кому-то, может быть, это тоже будет необходимо. Мы с вами, в принципе, рассмотрели все настройки меню. Но я не сказал о том, что вы также можете настроить, отключить полностью меню шаблона и настроить кастомное меню абсолютно плагином. Как в прошлых видео я показал, что можно настроить кастомный подвал. Это много времени не займет. Поэтому в этом же уроке сейчас я вам покажу. Если все-таки вам нужно свой произвольный хедер сделать, я покажу, как. Переходим вот сюда. Возможно, если вы все мои уроки про DVPatchBuilder посмотрели, вы уже сами знаете, как это сделать. Здесь я захожу вот сюда, в верхнюю плашку, потому что это у нас меню, самый верх сайта. Поэтому это здесь находится. Выбираю вот этот момент. Во всплывающем окне выбирайте соотношение колонок. Я вам хочу сразу сказать, если вы думаете, что вы будете размещать там, например, логотип слева по центру меню и справа иконка поиска, тогда вам нужно здесь разбить на три колонки. Но на самом деле здесь плагин меню включает в себя сразу и логотип, и иконку поиска. То есть вы просто выбираете одну колонку здесь. И здесь просто ищите плагин меню. Здесь есть такой плагин. Вот он, меню. Выбираем здесь. Здесь вы выбираете ваше меню из WordPress. То, которое меню у вас основное, у меня только одно меню. Оно здесь наверху и показывается. Вот оно у нас уже вылазит, и оно абсолютно так же выглядит. Вы сами это видите, как и в шаблоне, именно в теме DV. Дальше смотрите, логотип. Вы просто подгружаете свой логотип. То есть вот он также абсолютно здесь размещается. Дальше элементы. Показать иконку корзины. Но вот здесь иконка корзиночки. Просто тема DV поддержит WooCommerce. Это плагин электронной коммерции. То есть плагин интернет-магазина. И здесь можно даже интернет-магазин сделать. Но урок сейчас у нас не об этом, поэтому иконку корзины не показываем. Показать значок поиска. Вот этот самый поиск тоже здесь выводится. Ссылку. Обязательно ссылку на логотип. Логотип должен ввести на главную страницу. Обязательно не забудьте прописать. Нельзя логотип делать без ссылки. Обязательно здесь ссылку поставьте на логотип. Если вы используете кастомный хедер. Фон. Ну понятно, заливка фоном. То есть вот так вот у нас заливается это. Если нужно. Но это заливается не вся плашка. Только фон за нашим меню. И если мы вот сейчас на этом уровне с вами сохранимся. Что у нас получается? Я здесь нажимаю крестик. Нажимаю сохранить и выйти. Здесь я нажимаю сохранить. Обратите внимание. Вот здесь теперь у нас зеленый глобальный элемент. Хедер. И он у нас везде на всех страницах проставляется. Шапка у нас на всех страницах она всегда одна. Поэтому это правильно. Везде на всех страницах проставляется. Смотрите что происходит. Если я обновляю. У нас почти все то же самое. Единственное я не нашел где в настройках здесь задать. Настройки залипания меню наверху. То меню которое я вначале рассмотрел. Лучше его и оставить. Если вам нужны эффекты вот этого анимации. Залипания. Ну а так в целом почти все то же самое у нас получается. Единственное если мы действительно будем использовать кастомный хедер. То здесь у нас велика сама плашка. Поэтому я захожу в карандашик в режиме редактирования. И кстати не обязательно заходить в настройки и там отступами играться. Смотрите вы просто наводите мышь вот аккуратненько вот сюда. Синим подсвечивается это отступ. Как сверху так и снизу. Если зеленая строка смотрите здесь тоже подсвечивается зеленая. Это отступы внутри вот этой нашей строки. Вы можете просто зажать левой кнопкой мыши. Вот именно на этой синей полосочке. Смотрите подтянуть. Видите у нас пиксели вот здесь показываются. Вот здесь подтянуть вот так вот. И тут я отступы снизу убрал. Дальше. Вот здесь я тоже отступы убрал. Все равно шапка достаточно широкая. Поэтому я вот здесь вот тоже отступы вот так вот на ноль ужимаю. Все. Этого будет достаточно. Цвет подложки если надо задать. Задается лучше наверное задать здесь. То есть вот так вот. Вся подложка задается. А ну здесь у нас сзади белая подложка. Далее заходим в настройки самого плагина фон. И тем же цветом красим. Это если нужно чтобы вся плашка была каким-то одним цветом. Ну и по другим настройкам здесь уже я думаю разберетесь. По дизайну. Макет. То есть можно тоже видите менять макеты. Абсолютно так же настраивается. Как я показывал настройки стандартные в самой теме. И по дизайну абсолютно все-все-все. Текст меню, ссылки выпадающие меню. Смотрите все цвета. Абсолютно все можно настроить. Это уже у нас дизайн. Много раз я об этом говорил. Здесь идентично все работает как в других уроках я показывал в DV. Нет смысла просто сейчас вам то же самое показывать. Вам все это объяснять. Думаю вы разберетесь. У нас с вами получается вот такое кастомное меню. И давайте посмотрим заключительное уже то что мы сделали. Да конечно нужно здесь наверное будет выровнять. Так как у нас все по левому краю. Но в принципе вот сам принцип как это все работает я вам показал. Если DV Page Builder вас заинтересовал. Вы можете приобрести его по ссылке в описании к этому видео. Покупая DV таким образом вы поддерживаете меня. На этом видео я заканчиваю. И увидимся с вами в следующем видео. Подписывайтесь на наш канал.